МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собственно, первоначальное решение уже найдено. Предприниматели среднего и малого бизнеса получат субсидии. Марина Алексеева, министр финансов Ульяновской области, ответила на наши вопросы. Наращивание малого и среднего предпринимательства в регионах мы по-прежнему считаем основой экономики. И в связи с этим очень гибко будем подходить к тем решениям, которые будут приниматься. В целом хочу доложить о том, что в 2022 году у нас объем финансирования национального проекта малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы составляет свыше 250 миллионов рублей, из которых 196 миллионов, и это деньги федеральные. Ключевым показателем нацпроекта является численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Здесь у нас значатся на сегодняшний день такие цифры – 189 725 человек. То есть это почти треть общего объема занятых в экономике, занятых именно в рамках деятельности субъектов МСП. К уровню планового показателя у нас плановые показатели федералами установлено 174 594 человека. Но хочу сказать о том, что мы изначально взяли для себя более амбициозную цифру. Поставили планку на текущий год 190 650, еще раз говорю, сейчас у нас 189 725 человек. Возможно, эти цифры будут корректироваться с учетом текущей ситуации. И, собственно говоря, корректировку мы видим возможную как в меньшую сторону, так и в более амбициозные задачи, потому что понимаем, что многие предприятия, которые ранее не попадали по объему выручки и объему занятых в реестр МСП, с учетом текущей экономической ситуации, могут получить такой статус, и тогда у нас реестр видоизменится однозначно. По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства у нас на текущую дату статистика показывает 42 160 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И мы наблюдаем за прошедший период прирост в 1168 субъектов. Хочу сказать о том, что мы видим и динамику хорошей прироста по-прежнему такой категории, как самозанятые. Мы предпочитаем эту категорию относительно всех иных упрощенных категорий налогоплательщиков ввиду ее простоты и абсолютно очевидной прослеживаемости. Вот здесь хочу сказать, что у нас на территории зарегистрировано 23 235 самозанятых. И прирост к уровню начала года составляет 2607 человек. Хочу сказать отдельно о тех мерах, которые ранее стартовали, мерах поддержки, которые ранее стартовали в регионе. У нас с 18 февраля начат прием заявок на возмещение части затрат, связанных уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Размер субсидий составляет 70%, но не более 2 миллионов рублей относительно первоначального взноса. Соответствующие средства у нас были предусмотрены поправками в бюджете. Второе мероподдержки – это возмещение части затрат, связанных с арендой коммерческой недвижимости, оплатой коммунальных услуг для предпринимателей, пострадавших отраслей по мероприятиям ковида за ноябрь-декабрь 2021 года. Размер субсидий здесь составляет 50% фактически понесенных и подтвержденных затрат, но не более чем 500 тысяч рублей в расчете на одного субъекта малого и среднего предпринимательства. Напоминаю всем предпринимателям о том, что прием документов продлится до 21 марта 2022 года. Очень важно. На сегодняшний день мы видим следующую активность. На 1 марта у нас по направлению возмещения затрат, связанной с лизингом, подано 3 заявки на 2,7 миллиона рублей, а вот по компенсации расходов за аренду недвижимости и оплату коммунальных 16 заявок на сумму 4,9 миллиона рублей. Я хочу сказать о том, что мы видим достаточно хорошую активность. Субъект ВМСП, Центр поддержки предпринимательства, продолжает все консультации на эту тему и приглашаем предпринимателей за этой мерой поддержки. Агростартап – это программа для начинающих фермеров. Есть желающие начать свое дело в сельском хозяйстве? Активно у нас также ведется работа по такому направлению национального проекта, как агростартап. Мы видим, что растет количество субъектов малых форм хозяйственной насилия, и мы ожидаем, что и в 2022 году будет происходить увеличение до 1100 единиц. У нас вот такой вот плановый показатель, мы видим его для себя выполнимым. На следующей неделе в Ульяновске состоится традиционный форум деловых женщин. Расскажите о нем. Основным мероприятием недели национальных проекта будет форум деловых женщин. Очень популярные площадки с разной тематикой. Принимают участие и местные предприниматели, и, собственно говоря, это является площадкой притяжения и для соседних регионов. Очень активно Самарская область, Татарстан. У нас очень много гостей бывает на этом форуме. Различные тематические площадки, более 20 мероприятий. Хочу сказать о том, что одним из мероприятий в рамках этого форума запланирована и выездная сессия Минфина России по теме, связанной с оказанием социальных услуг. А много ли желающих воспользоваться так называемым социальным контрактом? Кроме того, хочу обратить внимание, что у нас по-прежнему одним из фокусных проектов является реализация социального контракта. Мы уже не первый год. В прошлом году активно реализовывали социальные контракты. В этом году в бюджете предусмотрено 442 миллиона рублей объемом финансирования. Хочу сказать, что на сегодняшний день пока профинансировано всего 46 миллионов. Это чуть больше 10%. Поэтому призываем всех желающих активно участвовать. Это достаточно простой инструмент. Работают у нас два ведомства. Это Минсоцзащита и Агентство по управлению человеческим потенциалом. Все нормативно-правовые акты изданы. Поэтому здесь еще раз хочу обратить внимание этих ведомств на популяризацию инструментов, тем более в текущих экономических условиях. Какие еще меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу? И хочу сказать, что в настоящее время у нас ведутся активные сессии. Непрерывно мы поддерживаем связь Минэкономразвития Российской Федерации, с Минпромторгом Российской Федерации. Ведется разработка новых мер поддержки. С учетом текущей экономической ситуации обсуждаем работу и фонда микрофинансирования, фонда финансирования промышленности. Пока окончательных решений нет. Будем, что называется, держать руку на пульсе. Осуществляем прием дальнейших заявок на финансирование из нашего фонда регионального, который в том числе и имеет в распоряжении средства федерального бюджета. Но ожидаем соответствующие решения по процентной политике. Пока, еще раз говорю, таковых решений нет. Что известно о реструктуризации ранее выданных кредитов. Будем также активно работать над формированием программы реструктуризации ранее выданных кредитов. Объективно понимаем, что у отдельных предпринимателей будут возникать разрывы финансовых цепочек. В цели недопущения ухудшения кредитной истории и возникновения просроченных платежей. Мы будем индивидуально подходить к рассмотрению подобных заявок. В каком состоянии нормативно-правовой акт о создании новых рабочих мест? Хочу сказать о том, что мы до настоящего времени разрабатывали нормативно-правовой акт, касающийся мер поддержки по созданию рабочих мест на территории Ульяновской области. Практически мы завершили разработку этого нормативно-правого акта. Считаю необходимость приостановить работу по утверждению этого нормативного акта и вернуть его на доработку с учетом радикально изменившейся текущей ситуации. Думаю, что эту работу мы будем в течение двух ближайших недель проводить с учетом консультации с федеральным центром. Вы слушали Марину Алексееву, главу Минфина Ульяновской области, которая рассказала о мерах поддержки для малого, среднего бизнеса, в том числе и для самозанятых. Вы слушаете Радио России Ульяновск. Государственная поддержка перспективных научных исследований, создающих конкурентноспособную экономику и социальную сферу региона, становится одним из приоритетных направлений развития области на ближайшую перспективу. Никто не будет спорить, что в основе развития любого общества и государства лежит экономика. Динамику и уровень ее развития, в свою очередь, определяют научные разработки и новые технологии, создаваемые наукой. Развитие интеллектуального потенциала – одно из направлений, как стратегии безопасности государства, так и стратегии социально-экономического развития и любого российского региона и страны в целом. И в нашем Ульяновском регионе тоже создаются условия для создания зеленого коридора государственной поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. Это проведение конкурса на получение государственных научных грантов, предоставление субсидий на реализацию инновационных проектов малых предприятий и субсидий на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с привлечением вузов и научных организаций. Сегодня наш вечерний собеседник – депутат Государственной Думы, член Комитета по науке Владимир Кононов. Именно об этом и будет говорить. Как можно помочь и финансово поддержать с помощью федеральных средств Ульяновскую науку? Это, конечно, все, что связано с прикладной наукой, не с фундаментальной, а с развитием закона в сфере науки, инноваций и высоких технологий. Промышленность, конечно, в большей степени такая высокотехнологичная, но в Ульяновске она такая и есть. Возьмите «Авиастар», возьмите «Искру», возьмите «Маяк». Это все очень высокотехнологичные предприятия. Возьмите компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения, будут участвовать в «Российской неделе высоких технологий». Это все, так сказать, из сферы высоких технологий. Поэтому нужно решить вопрос, чтобы интернет пришел не просто во все районные центры, но и в районных центрах, в районах, во все даже самые небольшие поселки, деревни, города, населенные пункты. Вот этим мы занимаемся вместе с правительством. Это была личная просьба ко мне губернатора русских. Конечно, это сфера высшего образования. Я и в комитете, зампредседателя комитета по науке высшему образованию, поэтому это, скажем так, моя кафедра. И по этой кафедре уже кое-что сделано. Например, есть такой проект поддержки государственных университетов «Стратегическое партнерство в приоритет 2030». По этому проекту университеты, которые побеждают в конкурсе, получают ежегодно от 100 до 300 миллионов рублей. Вот наш опорный университет УЛГУ, Ульянский государственный университет, команда под руководством Бориса Михайловича Костишко, при моей поддержке выиграл этот конкурс. И в течение 9 лет будет получать минимум по 100 миллионов рублей ежегодно. На закупку оборудования в этом году первые 100 миллионов уже пришли. Федеральная поддержка в действии. Подобные проекты не всегда денежные, работают и по другим университетам. Например, с Надеждой Глебовной, Ирушкиной, наш технический университет, мы сейчас решаем два вопроса. Это создание инженерной школы новой, тоже в бюджете определенная сумма денег есть в федеральном. Плюс она обратилась, давайте сделаем учебный центр для ребят, чтобы они могли проходить. Вот раньше были военные кафедры. Обучение военное в рамках вот этого центра, университета. И потом оставаться на предприятиях, не забыв те знания, которые они получили, и работать на предприятиях Ульяновской области. Я обратился к министру обороны Сергею Кужугевичу Шайгу, к министру науки и вашеобразования Валерию Николаевичу Фарькову. Вот с такой просьбой решить вопрос и разрешить на базе УЛГТУ сделать. Сейчас вопрос решается. Пока решения еще нет, это вот было буквально неделю тому назад. Педагогический университет, там нужен новый корпус. Поэтому с Игорем Олеговичем Петрищевым мы решаем вопрос по строительству дополнительного нового корпуса. Что касается сельхозакадемии, там нужно общежитие. Этот вопрос мы решаем. Филиал МИФИ в Димитровограде обратился ректор поддержать решение по гранту. Они должны получить грант. Там не очень большие деньги. Если здесь речь о почти миллиарде, вот я говорил про УЛГУ, то здесь около 10 миллионов рублей. Но тоже это и не маленькие деньги для филиала. Я также включился. Не то, что это, знаете, такой грубый лоббизм. Не в этом дело. Но просто, вот знаете, есть такое выражение, подлежащий камень вода не течет. Поэтому много есть заявок, например, на гранты. Понимаете, много хороших. Но количество средств все равно ограничено. Но не могут все получить по 10 миллионов. Простят меня другие регионы. Я буду биться за Уленовские регионы. Сделаю все для того, чтобы гранты были здесь. И вот эта поддержка была здесь. Но то же самое делают и мои коллеги. Расскажите о Российской неделе высоких технологий. Ульяновск ведь там тоже принимает участие. Главной темой будет связь и отечественный софт. То есть вот эти две как бы темы. И в этом плане Ульяновская область выступит с большим стендом. Там много будет. Там порядка пяти павильонов и четыре дня деловая программа. И все это вместе конгрессно-выставочное вот такое мощное масштабное мероприятие, которое называется Российская неделя высоких технологий. Но выставка «Связь» она еще пришла к нам в современную Россию из Советского Союза. Это уже 37-й год она будет проходить. Нанизались и другие вещи, как вот, например, программное обеспечение. И поэтому это превратилось в Российскую неделю высоких технологий. Я действительно пять лет, в этом году шестой год, возглавляю не только РНВТ, Российская неделя высоких технологий, РНВТ, но и проект НТИ-Экспо. Наука, технологии, инновации, Экспо. Это пять вот подобных конгрессно-выставочных больших мероприятий. Я их назову. Это РНВТ, который будет в апреле. Это РЕНВИКС, возобновляемая энергетика, электротранспорт. В июне это Российская промышленная неделя в октябре совместно с Минпромторгом. В ноябре совместно со Сбербанком форум по искусственному интеллекту и софту и большим данным. И в декабре Российская неделя здравоохранения. В этом году я хочу, чтобы Ульяновская область, предприниматели, государственные структуры, все, кому есть что рассказать и показать, или приехать, увидеть и обменяться опытом, они все на всех этих пяти конгрессно-выставочных мероприятиях должны принять участие. И одна из них, первая, 26-29 апреля, Российская неделя высоких технологий. Большой стенд, Технополис ЭРА будет выставляться. Мы сейчас готовим документ, возможно, мы его в рамках недели подпишем, между правительством Ульяновской области и Министерством обороны в лице Технополиса ЭРА по сотрудничеству. Интересные вещи делают в Анапе военные. Создан новый главк, так и называется он, научно-инновационный главк, который возглавляет генерал Осадчук, он в марте приедет в Ульяновск, он будет принимать участие в деловой программе Российской недели высоких технологий. Обогащение друг друга и возможное создание военной роты специальной Ульяновской, там, в Анапе, это очень интересная тема. В своем блоге вы написали «Наука победила пандемию». Ну, конечно, это о вакцине. А о чем еще? Конечно, это о вакцине. О тестах, которые делают в Ульяновске. Тестген, которая, так сказать, компания, которая, кстати, поедет, скорее всего, сейчас же проходит вот эта мировая выставка, которая раз в пять лет проходит в Дубае. Экспо, да, от ВАИРа, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Поедет делегация. Два или три представителя. Ну, во-первых, поедет школьник, вот, который победил конференцию юной техники, изобретатель нашей традиционной, мальчишка очень толковый, он поедет. И плюс еще два или три уже таких взрослых представителей бизнеса, в том числе, вот, может быть, этот тестген. Ребята поедут, представят. Всемирная выставка Экспо, значит, достижения, ульяновцев. Все, как говорится, идет по плану, и, так сказать, это тоже, между прочим, определенная федеральная поддержка, о которой мы говорили во время и выборной кампании. 90 лет исполняется Всероссийскому обществу изобретателей. Кто они, современные изобретатели? Очень хороший вопрос вы задаете, очень правильный, потому что мир-то изменился. Был Советский Союз, и вы понимаете, была мощная государственная поддержка изобретателей и рационализаторов. Ну, помните эти бюро, в АИР, на каждом предприятии. Подаешь распредложение, его принимают, тебе копеечку платят. За, значит, изобретение, некоторые вообще миллионерами становились. Казанцев и матросов сделали очень хорошие тормозные колодки для поездов. Так как они изнашивались, значит, они свое вот это, так называемое, роялти получали. Они были просто советскими миллионерами официальными. Понимаете, не корейко-официальными. Государство заботилось об этом. А потом того государства, каким был Советский Союз, не стало. 90-е годы, понимаете, то есть разруха, голод, образно говоря, финансовые потери и так далее, так далее. Поэтому ВАИР почти перестал существовать. Поэтому мы вот с группой товарищей, таких тоже новаторов и инноваторов, я одного из них приглашал. Вчера мы работали в Ульяновске, вот Антон Ищенко, который возглавляет Центральный Совет ВАИР. И практически возродили 5 лет тому назад вот это Всероссийское общество изобретателей и рационализаций. Оно, конечно, другое. Нет той мощной государственной поддержки, но мы работаем на эту тему. Готовятся определенные нормативные акты, может быть, будет закон. Все это пока очень непросто. Вы заговорили о региональной составляющей, о Российской неделе высокой технологии. Она присутствует и здесь. Вы знаете, 3 года тому назад Ульянов стал первой столицей изобретательства. Это такое решение приняло руководство ВАИР. И, в принципе, несмотря на то, что сегодня соседям передан, так сказать, на временное хранение этот кубок Мордовия в этом году получила, все равно, я думаю, что главной столицей изобретательства остается Ульяновск. Потому что очень сильные новаторы, и этому уделяется внимание правительствам и губернаторам. Задача о том, чтобы все лучшие практики изобретателей осели на Ульяновской земле. Мы вчера провели большое совещание в Нанотехе и договорились, что не просто до кучи все собрать лучшее, а то, что нужно Ульяновску. Проявила интерес, например, железная дорога. Они готовы финансировать изобретателей по необходимым им разработкам. Это здорово. Дальше у нас очень сильное изобретательское движение в сфере сельского хозяйства идет. Так сказать, главную роль играет, конечно, сельхозакадемия. НИАР в Димитровограде по своим разработкам и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы выбираем те, так сказать, точки. Ну, программисты тоже изобретение. Мир стал другой, появились новые технологии, промышленность стала другой. Те вот темы, которые важны для области, и их будем развивать. Возможно, в будущем сделаем специальный фонд. Поддержка такая на уровне руководства области есть. Финансовый именно фонд изобретателей, который бы поддерживал финансовые, так сказать, стартапы. И доводил их до определенного уровня, что можно было потом патентовать. И вот дальше уже вот эти риды, результаты интеллектуальной деятельности. Вот эта интеллектуальная собственность может превращаться либо в продукт, который внедряется в промышленности, или там и иные сферы экономики, или просто их можно продавать на благо региона и на благо самого изобретателя. Вот это очень важный момент коммерциализации, так сказать, вот этих изобретений и распредложений. Это важнейшая тема. Три вещи, которые нужно сделать, но чтобы Ваир ожил уже по полной. Это, конечно, дети. Как раньше были в кружке юной техники. Ну, сейчас есть у нас кванториумы. Алые паруса и у нас ведь есть. Прекрасный центр, такой детский, инновационный. Конечно, недавно прошла конференция тоже детского научно-технического творчества. Первая прошла в Ульяновске, вообще первая в стране. Мы готовим еще школьную программу отдельно, тоже, так сказать, отдельный разговор на эту тему. Может быть, вот ближе ко дню изобретателя и рационализатора, 28 или 29 июня. И здесь вот очень важный момент, чтобы регионы и федералы уделяли внимание развитию детского технического творчества. Второе, это, конечно, материальная поддержка, протекционизм должен быть. То есть, изобретатель Новато должен быть государством защищен от многих вещей. Даже от ошибок в том числе. Потому что тот, кто не творит, он не может допускать ошибки. Я просто по своему опыту это знаю. Были маленькие, были большие. Я занимался созданием уникальных больших производств в сфере нанотехнологий. Понимаете, и тоже были ошибки. Без этого просто невозможно. Но основное, так сказать, живет и работает. Третья позиция, это, конечно, пропаганда. Мы знаем там Стива Джобсова, мы знаем Илона Маска. Чего мы наших-то не знаем? Мы говорим Кулибин. Мы знаем Кулибина. Был давно, так сказать, и был ли Кулибин. Калашников, конечно, тоже. Или там Левша, который был или не был, подковал лоху. А наши-то современные, их очень много. И очень интересные ребята. Очень интересные ребята, которые представляли свои разработки. Кстати, тоже стенд был Ульяновской области. Во время празднования 90-летия в Москве со всей страны приехали, так сказать, пандемия не смогла помешать. Все, так сказать, социальные дистанции были выдержаны. Ну, примерно 250 человек из разных регионов приехали. Поэтому при соблюдении всех социальных норм мы такое мероприятие провели. Вы хороший вопрос задали. Какой образ, да, какое лицо у современного новато? Возрастной или он молодой? Вот, к сожалению, возрастной. Поэтому Государственная Дума и ВАИР, концент на вот этой Всероссийской конференции юной техники-изобретателей, она идет по всем регионам страны. И как бы вовлекает именно вот прям вот школьников самого, вот, так сказать, первого, второго, третьего класса в это творчество для того, чтобы потом они уже выросли новаторами. Ну, в общем, под лежачий камень, как я уже говорил, вода не течет. Поэтому потихоньку, по чуть-чуть, никаких чудес не будет. Никакая, так сказать, моя там суперопытность быстро не решит ничего. Просто это нужно делать всем миром. Вы слушали депутата Государственной Думы, члена Думского комитета по науке Владимира Кононова о поддержке ульяновской науки с помощью федеральных средств. Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня профессиональный праздник военных моряков, войск Национальной гвардии Российской Федерации. Дата установлена приказом Росгвардии в 2017 году. Однако отправной точкой в истории морских воинских частей и подразделений войск правопорядка принято считать 3 марта 1978 года. Именно в этот день для охраны со стороны акватории, стратегических объектов в районах Забайкальской, Дальневосточной, Железных дорог и Байкало-Амурской магистрали в воинских частях были сформированы первые морские подразделения внутренних войск МВД СССР. Морские подразделения Росгвардии охраняют важные государственные объекты в акваториях, оказывают содействие пограничным органам ФСБ России в охране государственной границы, участвуют в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности во внутренних водах Российской Федерации. Совместно с подразделением МЧС России военнослужащие морских воинских частей Росгвардии оказывают помощь жителям прибрежных населенных пунктов во время разлива рек. Так, в прошлом году экипажи катеров войск Национальной гвардии задержали более 200 человек. По подозрению в совершении преступлений к административной ответственности привлечены более 1100 граждан, изъято свыше 1300 незаконных орудий лова. Наша следующая собеседница Марина Посадского – начальник пресс-службы Росгвардии в Ульяновской области. Интервью с ней провел Владимир Леонтер. Маргарита, расскажите о работе Росгвардии. Стоит отметить, что войска Национальной гвардии Российской Федерации являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. В состав управления Росгвардии по Ульяновской области входят такие подразделения, как СОБР – специальный отряд быстрого реагирования, ОМОН – отряд мобильный особого назначения, и подразделения лицензионно-разрешительной работы, и вневедомственной охраны. К основным задачам, выполняемым Управлением Росгвардии по Ульяновской области, относятся обеспечение надежности охраны объектов, находящихся под защитой подразделений вневедомственной охраны, укрепление профилактического влияния в сферах оборота оружия, частной охранной детективной деятельности и безопасности объектов топольно-энергетического комплекса, наращивание качества предоставления государственных услуг населению, а также во взаимодействии с правоохранительными органами региона, обеспечении общественного порядка и общественной безопасности жителей нашей области. Какие госуслуги Росгвардия оказывает населению? Если мы говорим о выказании государственных услуг, то это касается работы лицензионно-разрешительных подразделений. Тут стоит отметить, что граждане региона успешно используют возможность подачи заявлений и необходимых регламентирующих документов по линии лицензионно-разрешительной работы при помощи единого портала государственных услуг. Так, за прошлый год этой дистанционной услугой воспользовались более 14 тысяч человек, что особенно актуально в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе. А также 30-процентная скидка при оплате госпошлины, конечно же, играет большую роль. Например, размер госпошлины за лицензию на приобретение гладкоствольного или нарезного оружия составляет 2000 рублей. На приобретение газового пистолета – 500 рублей. Каждый из нас в период взросления кому-то подорожает и на кого-то равняется в процессе формирования смысложизненных ориентаций, будь то герой мультфильма, кино или реальная личность. Кто-то хотел стать солдатом правопорядка, подобно Михалковскому дяде Стёпе или Шарапову из кинофильма «Место встречи» изменить нельзя. Для других примером были родители, чью профессиональную деятельность они решили продолжить. На кого вы равнялись и были ли у вас примеры для подражения? Я пришла на службу в органы внутренних дел в 2013 году в подразделение вне ведомственной охраны и не помню ни одного дня, что бы пожалела о своем выборе. Не могу сказать, что моим ориентиром и примером является конкретная личность. Скорее, для меня это собирательный образ, честного, порядочного и ответственного человека и гражданина в общем. В Росгвардии проходит службу немало спортсменов. А каким видом спорта отдается предпочтение? И почему вам это важно? Разве не достаточно, если сотрудник будет просто в хорошей физической форме? Вы правильно отметили, что среди личного состава управления Росгвардии по Ульяновской области в том числе, как и в общем, немало спортсменов. Сотрудники на постоянной основе принимают участие в ведомственных, региональных и федеральных соревнованиях, демонстрируя стабильно высокий результат. Многие становятся победителями чемпионатов и призерами различного уровня турниров. Например, сотрудники нашего Ульяновского ОМОН неоднократно завоевывали золотые медали в такой дисциплине, как спортивное ориентирование и плавание. В этом году мой коллега Максим стал лучшим в стрельбе из пистолета Макарова на чемпионате Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Он позже вошел в состав сборной округа и достойно представил наш регион на всероссийских соревнованиях. В основном все виды спорта, они силовые. Очень важно для мужского коллектива, работающего плечом к плечу как единый механизм и зачастую в буквальном смысле находящегося перед лицом опасности, является участие в командных видах спорта. Много времени в части спортивной подготовки уделяется таким играм, как футбол, волейбол, баскетбол, регби. Это хорошо работает на сплочение коллектива, а также на развитие умений работать в команде. Тут можно сделать акцент на взаимовыручки и поддержки. Я сама неоднократно принимала участие в чемпионатах Привозского округа по стрельбе из боевого стрелкового ручного оружия. Становилась призером чемпионата. Наравне с представителями спецподразделений наше управление организовывало сборную команду, и мы направлялись в город Дзержинск, где представляли наш регион. Вы хорошо стреляете, а учились ли вы этому где-нибудь еще, помимо службы? Придя на службу, мы в обязательном порядке, так же, как и любой другой сотрудник полиции, мы обучались в Центре профессиональной подготовки, по завершению сдавали экзамены и приступали уже к полноценному несению службы. Любовь к стрельбе, если это можно так назвать, я считаю, должна быть как склад характера. Я родилась в семье спортсменов. Мой дедушка – заслуженный тренер по легкой атлетике, бабушка – мастер спорта по спортивной гимнастике, и поэтому спортивная закалка и дух соперничества во мне с самого рождения. Я всегда была близка со спортом, и то ощущение, которое испытывает спортсмен в момент старта и финиша, по мне сравнимо с теми ощущениями, которые человек испытывает во время спортивной стрельбы. В Росгвардии вы работаете не первый год, и раньше отношение к девушкам в такой среде было гораздо более патриархальным, чем сейчас. Сложно ли проходило поступление на службу и сам процесс адаптации в коллективе? Ну, не стану с вами спорить, стереотип такой действительно существует, но всё же женщина в структуре органов внутренних дел работает достаточно, так как достаточно много направлений деятельности. Это и финансово-экономическая деятельность, это и правовая работа, это и психологи, юридические направления деятельности. Поэтому я считаю, что мой случай не уникальный. Если говорить про процесс адаптации, то, конечно же, коллектив преимущественно мужской, но каждый мужчина в нашей работе старается нам помочь каким-то образом. Если, к примеру, я не могу полить цветок, который стоит высоко на полке, то обязательно кто-нибудь окажет мне помощь и не пройдёт мимо. Но это я привела банальный пример, конечно, но всё же все женщины, которые проходят службу, они чувствуют себя, на мой взгляд, достаточно комфортно, потому что мужчины стараются создать условия, в которых мы чувствуем себя такими же полноценными сотрудниками, исполняющими такие же важные, ответственные задачи. Немало среди женщин и руководителей. Поэтому, на мой взгляд, присутствие женщины в структуре, в органах внутренних дел, в Росгвардии достаточно важно. Как известно, у каждого сотрудника свои обязанности, своё профессиональное направление. А чем вы занимаетесь в повседневной деятельности и как строится ваш рабочий день? Я отвечаю за информационное сопровождение имиджевых мероприятий, профилактическую работу, за связь со средствами массовой информации. В нашем регионе для меня достаточно это привычно, потому что сама я родилась в Ульяновске. Все улицы, все люди, которых я встречаю на улице, для меня достаточно привычны, близки и являются родными. Поэтому по служебной деятельности вопросов как таковых не возникает. Одним из направлений деятельности Росгвардии является патриотическая работа, проведение патриотических уроков мужества. Это такие же открытые Росгвардии, как, к примеру, у нас практикуется ежегодная ведомственная акция. День открытых дверей, где мы знакомим школьников разного возраста с нашей работой, рассказываем об исторических фактах. Сотрудники спецподразделений с удовольствием демонстрируют предметы экипировки. Сотрудники вневедомственной охраны рассказывают о том, как работает пульт централизованного наблюдения. Для всего этого организовано специальное подразделение по работе с личным составом. Можете ли вы сказать о своих коллегах, что они настоящие патриоты? Безусловно. Каждого сотрудника, каждого военнослужащего я могу с уверенностью назвать патриотом. Все направления деятельности, все задачи, которые стоят перед каждым росгвардейцем, выполняются безукоризненно, только лишь с одним расчетом на любовь к родине. Профессионалы своего дела, обладающие стойкостью и отвагой, это качество каждого сотрудника военнослужащего, благодаря которым возможно решение всех задач. Зачастую сотрудники спецподразделений сталкиваются с такими моментами, которые связаны с риском для жизни и безговоризненно выполняют свой долг перед Родиной. К сожалению, не обходится и без потерь, и за годы существования спецподразделений мы имеем такие печальные страницы, которые связаны с безвозвратной утратой сотрудников, погибших при исполнении служебного воинского долга. Также хотелось бы отдельно отметить деятельность нашей ветеранской организации. На территории железнодорожного района находится средняя школа номер 10, которая является подшефной. Там проводятся уроки мужества нашими военнослужащими. Также сотрудники ОМОН, подразделения Росгвардии Паульянской области, являются шефами детского дома «Орбита» Майинского района. Всегда стараются помочь ребятам, попеседовать с ними, может быть, узнать о каких-то их личных переживаниях, потому что всегда человек, одетый в форму, обладает большим авторитетом. Вы слушали интервью с Мариной Посадской, начальником пресс-службы Росгвардии в Ульяновской области. Вот и все. Эту передачу для вас подготовили Наталья Яковлевна и Александр Филатов. На прощание песни в исполнении музыкальной группы «Юпитер». Песня «Идущего домой». Всем, кто уже дома, уютного вечера. Кто в дороге, попутного ветра. Будьте здоровы. До свидания. Я шел к себе домой, я шел по мокрым лужам, по скользкой мостовой. Ногами снег утюжил, а мокрый снег падал. А я шел домой, по зимнему саду, По пустой мостовой. Он шел со мной рядом, шпионил за мной, Следил за мной взглядом, бесшумный конвой. И вот я стою на краю снегопада. С неба падает снег, значит, в небу так надо. Был это трудно поверить, Я вернулся домой. Ты открыла мне двери, Снег вошел вслед за мной. Ты вдруг снег растаял, Увидел тебя. На пороге остались Только капли дождя. Нас уносит река Плавных весел волнами, Словно кто-то открыл Все небесные краны. Мы стоим на краю На краю водопада С неба льется вода Значит, небу так надо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok